Привет, друзья! Сегодня у меня с вами канал Я и Мой Пост, и я его ведущий Олег. Итак, прошла уже неделя с выпуска первой части передачи «Как научить собаку в команде стоять». Очень нехорошие погодные условия у нас были, поэтому как бы не получалось у меня снимать. У нас шел дождь, 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 дождь. Я работаю, прихожу домой, беру собаку на лыгу, уйду, там дождь опять на полку идет. Поэтому даже в дождь мы с собачкой занимались, поэтому я думаю, что ничего сложного нет. Во второй части вы должны будете научить по аналогу первой части просто с командой лёжа вставать собачку. Делается это достаточно просто, поэтому думаю, что в этом нет необходимости. Сегодня мы с вами перейдем уже непосредственно к третьей части и научим собачку в команде стоять уже дистанционно и по жестикуляции. Каким образом это делается? То есть вы учили, когда собачку в команде стоять, вы брали ее в обнимочку вот так вот под живот, поднимали. А когда уже во второй части вы изучаете команду положения лёжа, то просто вот ручкой показываете, произносите команду голос и рукой я выбрал вот такой же. Ну, повторюсь, у меня не классическая школа дрессировки, поэтому я какой жест хочу, такой и выбираю. Собственно говоря, вы тоже можете, ну, абсолютно любой жест. Мне понравился жест вот такой вот, то есть вот жест команды стоять. Когда вы рукой подхватываете собачку, я думаю, что с командой лежать уже, в принципе, с положения лёжа, уже под бачок собачку подхватывать не надо. Если она у вас тут усвоила положение сидя, то здесь всё будет достаточно просто. У вас уже руки будут свободны, вы просто говорите ей стоять, делаете жест, собачка уже у неё в голове окладывается ассоциация, то есть голосовая команда плюс жестикуляция, и она уже непосредственно с жестикуляцией это будет делать у вас. Ну, давайте попробуем научить собачку дистанционно. Опять же, повторюсь, выгуляли собачку хорошо, дальше находим такое место, где нету отвлекающих каких-то факторов для собачки, то есть дополнительных раздражителей, чтобы она не отвлекалась там ни на собачек, ни на кошечек, ни на проходящих людей. Лучше, конечно, это делать в квартире, и после этого начинаем занятия, то есть одеваем, как мы уже с вами говорили, специальный предмет амуниции, в котором собачка знает, что сейчас с ней будут заниматься, и приступаем к занятиям. Всё делается просто, собачка у вас уже команду стоять знает. Дистанционно, вот здесь тут происходит небольшая ошибочка, собака может, когда вы отходите от неё, ну, я так думаю, собачка может делать движение вперёд. Чтобы не допускать этого движения, мы встанем непосредственно перед собакой. Мотивацией у меня является предмет апортируемый, то есть палочка. У вас мотивацией может являться, как бы, лакомство-подкормка какая-то, либо мячики какие-то, либо просто похвала, в зависимости от характера собачки. Ещё хочу сказать такой небольшой момент, что значит, всё это индивидуально. Поэтому, собственно говоря, я и прошу при коррекции поведения прислать мне видеоролик, чтобы я видел уже непосредственно, как себя ведёт собачка, и как ведёт себя владелец собачки. Вот именно поэтому. Все занятия должны, в зависимости от характера собачки, корректироваться именно под её характер. Отворачивайся. Вот, смотрите, примерно вот, стоять. Стоять. Хорошо, молодец. Ай, браво. И мотивирует. Ну, видите, не пошёл мой это. Но, если у вас будет... Я бы что-то думал, что пойдёт. Если у вас собачка будет идти на вас, я вам просто рекомендую. Вот, смотрите, сначала делайте на небольшом расстоянии, чтобы можно было подкорректироваться. Сидеть. То есть, вы произносите, вот, стоёте рядышком, чтобы собака просто не могла. Мотивацию я вот уберу сейчас. Сидите, разъедусь. Сядь. Сядь. Я стою, чтобы она не смогла пойти на меня. Поэтому именно я стою рядышком. Сядь. Если собачка делает движение на вас, значит, вы должны стоять прямо вот рядом, чтобы она не смогла идти. Стоять. Ай, браво, молодец. Браво, молодец. Хорошо. Молодец. Хорошо. И мотивирует. Очень важный момент. Я уже говорил об этом. Собака перед изучением любой команды, то есть, сидеть, лежать, стоять, там, всё, что угодно, собака должна знать маркировку. Что такое маркировка? То есть, маркировка – это либо слово, либо подкормка какая-то, когда она делает хорошо и когда она делает плохо. То есть, если собачка у вас выполнила команду, вы должны промарковать её, то, что она сделала правильно. То есть, говорите, хорошо, молодец. Ну, вот у меня такая маркировка. Вы даёте лакомство, да, собачка? У вас такая маркировка. Если собака не выполнила команду, то вы говорите, плохо. Ну, либо там какие-то свои другие слова. Это всё зависит от того, какая у вас фантазия, собственно говоря, и не даёте подкормки, да. Вот так вот пользуются, собственно говоря, цирковой дрессировкой. То есть, обязательно должна быть собака знать маркировку, когда она хорошо сделала, когда не очень хорошо. А, давайте ещё. Поправляем собачку, здесь ничего страшного, не комент. Вот в кадре-то было. Вот я стою напротив. Вот собака не пошла до меня, я прямо вот прям, прям рядышком стою. Тогда она не пойдёт. То есть, ошибка команды, когда делают стоять, она не встаёт, а идёт на вас. Вот для того, чтобы она не пошла, я встал напротив её, то есть, я ограничил её движение. Стоять. Стоять. Подхватывает под животик, собачка не встала сейчас, плохо. Очень плохо. Сиди. Стоять. Хорошо, молодец. Хорошо, молодец. Браво. Не мотивирует. Ну, вот, собственно говоря, таким образом вы должны действовать. Дальше, когда собачка уже поймёт, что двигаться на вас, ну, не надо вставать. То есть, вы её управляете. Если она, например... Ну, давайте вот на таком расстоянии. Стоять. Ну, вот и пошёл он сейчас. Если бы он пошёл сейчас на меня, я бы взял его за ошейник и вернул бы на то место, с которого, собственно говоря, и мы позиционировали эту команду. Молодец. Хорошо. Браво. Не мотивирует. Всё достаточно просто. Команда очень простая, как и сидеть, и как, собственно говоря, и лежать. Просто вяжу эти эти команды. Вообще, я вам рекомендую, когда вы ходите на улицу, ну, пусть это будет у вас такая процедура. Собачка охотнее будет ходить на улицу у вас. Выходите 5, 10, 15 минут. Больше не надо. То есть, не надо, чтобы у собаки мозги забивались. Всегда занимайтесь. Пытайтесь что-то учить собачку. Чему-то учить. Чему-то новому научить. Может быть, это трюк какой-то. Включайте свою фантазию. Что бы вы хотели. Многие видели цирковые трюки. Пытайтесь их сделать сами. Подумайте. Просто включите голову, каким образом можно собачку научить этому. Как это будет удобно. Я уже достаточно много вам рассказал, каким образом нужно поступать. Запомните несколько таких вот важных вещей. Впервые, значит, обучайте команде собаку, когда нет каких-то раздражающих факторов со стороны. Одевайте специальный предмет амуниции. Собачка должна быть выгуленной, настроенная на обучение. Настраиваться она должна посредством какой-то специальной амуниции. То есть, вы одеваете какой-то специальный ошейник. Вот Акбар у меня в этом ошейнике, он именно занимается только командами. Он знает четко, что мы надели этот ошейник и сейчас будем с ним заниматься. Никогда не заканчивайте на неправильно выполненной команде, чтобы у собаки в голове не отложилось то, что вот сейчас она сделала неправильно, и вы разошлись. То есть, если вы пытаетесь только научить собачку, то есть, чуть-чуть она правильно начинает у вас делать, ну, приставать, например, как вот сейчас упор. Пусть она делает шаг вперед. В этом нет ничего страшного. Но она уже начинает приставать. И на этом вы заканчиваете. Следующий день добивайтесь уже результата, чтобы она у вас стояла. Удачи вам, друзья! Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо! До свидания! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok